Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В Красноярском техникуме промышленного сервиса навыки обработки металла студентам преподает Сергей Дудура. Именно наставничество, а не казенный подход к преподаванию, мастер считает своей миссией. После того, как мы джекот проверили, мы можем запустить процесс резки. У меня вот выпустилась группа в прошлом году сессарей. На «Зените» парень пошел на учебную практику, он показал себя идеально. Его сразу поставили на госзаказ, и он делал формы сессарей-инструментальщику. У него зарплата была, как у студента, 120 тысяч. Его труд вот так оценил от производства. И он большой заказ делал сам. Когда такие истории ребята потом слышат, понимают, что к этому есть смысл стремиться. Я когда учился в школе, меня отец преподавал в 45-й среднеобразовательной школе. Мама тоже преподавала в школе. Я очень тесно так общался с отцом, потому что он сформировал свою изо-студию. У него приходило много ребят, они все занимались. И для многих он стал именно первым наставником. Вот они до сих пор его помнят, приезжают со всей России, встречаются с ним. Я этот опыт видел, переложил на себя, осознав всю важность и необходимость наставничества в наше время. Почему так? Потому что человеку, чтобы сформироваться, ему недостаточно в каких-то знаниях, умениях, навыков. Ему еще нужен толчок в правильном направлении для того, чтобы он сформировался. А сформироваться он может как раз вот в этом возрасте, когда он учится у нас. С помощью рычага, рычаг с фиксацией, педаль, кнопка, кнопка с фиксацией. В период, когда я рос, у нас не было ни 3D-принтеров, у нас не было возможности там что-то на станках сделать, программных. И единственная возможность для меня была именно ковка. Только тогда начали появляться трехмерные программы, такие как 3D-MAX. Познакомился с Архиповым Александром Влечом, наставник, который очень многое мне дал. Я заканчивал одновременно школу и техникум. Я учился по индивидуальному плану. После этого поступил в Сибирский федеральный университет. Показал свои навыки, умения, которые очень сильно были оценены на нашей кафедре. Запуск системы, соответственно, осуществляется с... У меня была первая группа, которая мне досталась, так скажем, под наследство от мастера на последнем курсе. Я готовил к демонстрационному экзамену. Год я с ними работал. Я чувствовал у них какое-то, знаете, такое отвращение ко всему. Получилось так, что из этой группы один человек потом стал нашим мастером. Он очень до сих пор меня благодарит. Что самое интересное, ребята из этой группы, они до сих пор приезжают ко мне и вот рассказывают, что с ними сейчас происходит. Вот для меня это, ну, очень ценно. Интересный у меня был случай. Ко мне пришел студент, но он пришел не потому, что он хотел сюда приходить, а потому, что он здесь рядом живет, и у него мама ему просто сказала, вот, это твой выбор после девятого класса. Первый год обучения он был не заинтересован. Когда он попробовал, поработал, его зацепило. Вот на этих эмоциях, которые он получил, мы вывели его на чемпионат России. Также мы используем предохранительный клапан обязательно, потому что гидравлика для того, чтобы у нас не было взрыва, для того, чтобы у нас процессы протекали безопасно. С точки зрения наставника, нужно чувствовать эмоции человека. То есть нужно чувствовать человека и уметь управлять этими чувствами в правильном русле. Я очень часто оставался дополнительно с Сергеем Юрьевичем. Показывал, как мы делали всякие разные колечки, кулончики. Мне это все понравилось, потому что Сергей Юрьевич был сам заинтересован в этом, обучить нас чему-то новому. Поэтому в это втянулся и решил пойти дальше, в СВУ на художественную обработку материалов. Мне кажется, все зависит от преподавателя, который заинтересован в студенте своем. Про высшее образование, конечно, мы не забываем. Моя группа, в которой Равшан как раз, 14 человек в высшую школу поступили. Один уехал в Казань, там учатся в университете. И все остальные ребята, кто в аэрокосмическом, кто в Сибирском федеральном университете. Индивидуальная работа с ребятами, она привязана у нас к конкурсному движению. Мы готовим ребят на соревнования. И школьников, и студентов достаточно хорошие призовые места. Привозили медальон мастерства с национального чемпионата WorldSkills России. С 48 регионов мы получили достаточно хороший результат. На штангенциркуле выставляем значение 15 мм, выполняем разметку. Конкурсное движение является очень хорошим мотиватором для ребят и очень хорошим толчком в развитии. С плавным легким движением. Потому что человек, который тренируется, готовится к соревнованиям, это, конечно же, совершенно другой уровень подготовки. Более отлотная работа. И со мной, как инструктором, с большим количеством конкурсной документации, психологическая работа. Это конкурсное движение, оно формировало очень мощный кадровый потенциал. В Солнечном, самом отдаленном микрорайоне Красноярска, который даже задумывался как отдельный город, в школе 144 работает Елена Молчанова. За знаниями, которые дает Елена Робертовна, школьники готовы приезжать из других районов. Большинство ребят – будущие врачи. Мы приехали сюда в 1994 году, с Харькова. У меня встали все восьмые классы. Восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые. Ну и в восьмом классе я выделила несколько учеников, у которых был талант химик-математики. Вот я с ними занималась. В 12 лет мы отъездили на Россию, на Всероссийскую Олимпиаду. Привозили иногда по три диплома. Ну вот мой ученик, Путенко Алексей, в 2006 году, он входил в сборную России. Из Тайваня с международной Олимпиады привез серебряную медаль. Я насыпал сульфат в меде, пятиводный. Медный купорос называется. Теперь мы будем насыпать соль. Теперь можно снянуть кислоту. И потом мы туда добавим фольгу. Обыкновенную алюминиевую фольгу. Теперь мы опять нагреем, чтобы соль лучше рассмотрилась. Женя, он целую лабораторию дома на балконе сделал. И даже летом серную кислоту гнал. И сейчас будем засыпать туда алюминий. Будет выделяться газ, водород и медь. Теперь ставим пробку с газотводной трубкой. Будем поджигать выделяющийся водород. Пойдем. Если бы мне 30 лет тому назад сказали, что я буду работать в школе, я бы подумала, что человек мой враг. И когда меня в эту профессию не тянуло, честно говоря, ну а потом как-то вот получилось. Ну и с теми классами, с которыми я работаю, с ними очень интересно работать. Просто интересно. Они хотят. Пусть у них знаний, по первости, не очень много, но они хотят получить эти знания. Они выполняют все требования. Ну то есть как бы за два года я вижу, как они вырастают. Это очень приятно. Метода у меня никакого нет. У меня старая схема обучения. Он должен выучить и мне это рассказать. Вот и все. С пониманием. Елена Робертона делает очень много для становления юных медиков и нефтехимиков в нашего края. Благодаря ее участию, благодаря ее стараниям в нашем крае появились такие олимпиады, как будущее Сибири, всесибирская олимпиада до нас доехала, турниры Ломоносова ежегодно к нам приезжают, олимпиада Ломоносов, покори Воробьевы горы. Это все олимпиады, которые приезжают в Красноярский край только из-за стараний Елены Робертовой. Она занимает такую позицию между матерью и другом. И она умеет маневрировать в этом пространстве. Она может открыто шутить с нами, обсуждать горячие темы, но при этом сохраняя строгость, принципиальность, справедливость. Ребятишки у нас все действительно очень хорошие, заинтересованные, с ними интересно работать. Ну, это не только благодаря ребятишкам, это еще, я хочу сказать, и администрация школы. У нас все наши хотелки, они выполняют. Вот, например, все очные туры олимпиад, по которым мы поступаем, они проходят в воскресенье. Директор постоянно бывает, открывает школу, это же воскресенье, надо и преподавателей пригласить. Родители молодцы, родители никогда у нас не возмущаются ничем, что мы в воскресенье можем по две, по три олимпиады писать. Что будет, если серная кислота попадает в организм? Происходит обугливание, потому что сахар – это углевод, это природное соединение. Добавляем сахар. Сейчас через некоторое время. Чувствую, пробитка нагрелась. Вот такой процесс происходит в нашем организме, если, например, нечаянно выпить серную кислоту. Ну, я хотела бы в целом сказать про ЕГЭ. Я не говорю про ЕГЭ по истории, по литературе. Я в нем не понимаю. А химию натыкать нельзя. Если бы ее можно натыкать, то 56 баллов по стране средней, так какого бы не было, и все бы писали на 100. Это очень сложно написать ЕГЭ на большой балл. Это не натаскивание ни в коем случае. Это великолепное владение материалом. То, что сделало наше Министерство образования, это, наверное, лучшее, что оно сделало за все эти годы. Я за ЕГЭ. Если его отменят, это значит, детям из провинции, как мы считаемся провинцией, уже будут в столичные вузы не поступить. Этот опыт называется «Вулкан». Мы всегда его изучаем, потому что очень часто он есть в ЕГЭ. Вот там по нему прям вопросов моря. На сегодняшний день у меня 79 стобальников. Средний балл у нас по ЕГЭ – это где-то 86-91. Оставался после урока, пытался, наверное, стать упущенной. И, знаешь, со временем даже появилось еще больше, что ли, каким интересом. Я понял, что они безнадежны. Как бы ей за это огромное спасибо. Наш медицинский университет, он все-таки славился хорошими выпускниками, которые приходили к нам, когда мы были в 10 классе. Это были ученики Елены Робертону. И мы, глядя на них, все-таки с восторжением, с таким, с гордостью, хотели пойти по их стопам. Многие выпускники сейчас работают на базе краевой больницы. И мы периодически встречаемся в операционной, где-то, может быть, вне стен больницы. И делимся впечатлениями. Но все едины в одном мнении, что Елена Робертону – это великий человек, учитель, наставник, педагог высшей школы, можно сказать. Тот человек, который открыл тебе следующую дверь в твое будущее. Покажите мне промышленность в Катноярске, где можно заработать и обеспечить семью, имея специальность химик. Ванкор, он не резиновый, правильно? Целлюлозного бумажного комбината нет. Химволокта нету. Фармы нету. А где работать? А медики всегда были, есть и будут. Самый титулованный спортивный клуб Красноярска – хоккейный Енисей – в конце сезона традиционно собирает фанатов на автограф-сессию. На этом стадионе те, кто десятки лет ходят на все матчи хоккея с мячом и даже ездят за любимой командой в другие города. Как и все фанаты, они умеют анализировать тренерские успехи и неудачи. Те, кто постарше, застали становление главной звезды красноярского спорта Сергея Ломанова-младшего. Так уж принято его называть. Руководил этим становлением пятикратный чемпион мира, тренер и отец. Папа очень много достал из меня это все, потому что я, в принципе, всегда был скромным человеком, но он мне объяснял, что скромность – это вот не поле в жизни, поле тогда должен по-хорошему наглым быть. Он меня воспитывал в жесткости, постоянно меня мотивировал, очень редко меня хвалил. Я ему хотел всегда доказать. Вот он прочувствовал мой характер, что я в этом нуждаюсь. Я, конечно, хотел, да, хотел услышать от него похвалу, но это было очень тяжело заслужить. Все так совпало. Мой характер, его воспитание, очень много характера в командных видах спорта. И не все хотят, чтобы у тебя получилось. И тебя постоянно надо оказывать. Сейчас смотрю на все это, и мне кажется, что не хватает советской школы. Была тренировка, она заканчивается два часа. И я приходил, куда мне идти? Дома нет ни телевизора, то есть даже если он есть, там, ну, программа одна-две, там, какие-то песни поют, там. И опять же, чему тебя здесь научили, ты все оттачивал во дворе. И вышла каждая тренировка шесть-семь часов. Каждый день. И кокеисты хорошо играли в футбол. А футболисты хорошо играли в кокеи. Конечно, поражаюсь все иногда, когда бабушка или дедушка идут на тренировку, сумку несут детям, или клюшку там несут, сумки несут. Я всегда это, если видел, я, конечно, делал замечание. Потом, когда увидят меня издалека, бабушка несет, ему сразу отдает, нанеси, а тут Сергей Иванович стоит, там тебя опять накажет, человеку там наругает. Валерий, пытайся заканять, а ты откатываешься. Зачем? Коток. Да, да, твое. Вот это поколение новое, они не умеют слышать и слушать. Тренера. Я свожу к тому, что в свое время нас все равно как-то наказывали в общеобразовательной школе. Всегда была какая-то идея, идеология. Были октябрята, были пионеры, были комсомольцы. Тебя вызывали на какие-то собрания, если ты что-то неправильно сделали, тебя приводили какие-то примеры положительные. Сейчас вот как работаем. Идет оператор, садится, он снимает, я сажусь рядом и комментирую. Каждый эпизод, ну, допустим, ушел от партнеров, забыл о партнере, всегда надо сохранить партнеров и справа, и слева. Быть удобным хоккеисом на поле. Говоришь, говоришь, говоришь. Потом мне один звонит, молодой человек, говорит, Сергей Иванович, а как их сегодня выглядел? Я говорю, а я не понял, ты не смотрел видео сегодня, что смотрел? Ну, я говорю, звук выключил. Ну, вот, я думал, сумасшедшие люди. Они смотрят только себя. Они не умеют анализировать. Для чего идет разговор? Чтобы в команде все думали одинаково. И ты их воспитываешь не для того, чтобы свои амбиции куда-то надеть, но чтобы они от тебя потом ушли, они умели так же работать. Они прошли хорошую школу, он будет хорошим наставником, допустим, в детском спорте или где-то еще. Не натаскивая на что-то там, ругать все, а вот конкретика. Вот эти элементы, нюансы какие. Когда команда знает нюансы, она из-за этого и выигрывает. У нас даже упражнение было. Кто меч падал, тот вылетает. Пробуй? Не, у меня рука будет. Это тяжело, кстати. Две тысячи. О! Две тысячи? Чего? Не, ну ты должен надевать, а ты сам держать. О! Егор вообще хорош. Егор, красавчик. Егор, как всегда легенда. Егор легенда, да? Да. Ну, он тренируется, значит. Егорик. Ну, он тренируется, да, Егор? Да. Ну, нет, ну, он уже поизвался. Вообще повезло, 2011. Мой сын тренируется, я постоянно с ними. Ноги тоже подходят. А потом придите на тренировку. Придите, я говорю, да, я и так целый день на стадионе. Родители, тренеры, мастера, первые учителя и преподаватели узких дисциплин. Станут ли они судьбоносными наставниками или не внесут полезного вклада в юные головы? Это зависит от многих факторов, но важнейшими остаются неравнодушие, ответственность и любовь к выбранному поприщу. Редактор субтитров А.Семкин